Перед просмотром, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новых выпусков. Мы работаем для вас, стараясь представлять достоверную информацию. В Нагорном Карабахе столкнулись два автомобиля. Один Хавал H9 принадлежит российским миротворческим силам, другой ВАЗ-2107, жителю Сарушена. В результате ДТП, четыре пассажирки Лады погибли на месте. Водитель ВАЗ-2107 с переломами и ушибом правого легкого, доставлен в Республиканский медицинский центр. 12 августа около 8 часов 45 минут на перекрестке перед домом, расположенном по адресу улица Меликован, 19 дробь 1 на дороге Степанакер-Таскиран. Автомобиль Хавал на большой скорости врезался в ВАЗ-2107. Точная причина столкновения выясняется следствием, которое проводит Следственный комитет Арцаха. Водитель Лады находится в тяжелом состоянии и показаний еще не дал, хотя сотрудники Следственного комитета уже побывали в его палате. Пресс-секретарь правительства Арцаха призвал не политизировать это трагическое происшествие. ДТП на наших дорогах, к сожалению, не редкость, и это может произойти с каждым. В данном конкретном случае, необходимо рассматривать действия водителей Хавала и Семерки, как обычных участников дорожного движения. И при установлении вины к виновнику трагедии, применит меры уголовного наказания, как к обычному гражданину, заявил представитель правительства. Если посмотреть на фото, то ясно видно, что автомобиль российских миротворцев врезался в правый бок Лады. Для сведения, китайские внедорожники Хавала H9 используются в российской армии командным составом. Такой же автомобиль использует командир 102-й военной базы в Гюмри и такой же автомобиль у командующего российскими миротворцами. Кто находился в салоне российского автомобиля военного ведомства, неизвестно. Наш канал будет пристально следить за развитием событий. Мы обязательно узнаем о том, к какому выводу придет следственная группа и обязательно вам расскажем. Оставайтесь с нами и будете в курсе происходящих событий.